Женщина Женщина – это тот человек, который всегда должна ухаживать за мужчиной. Например, папа, когда просит маму что-то сделать, даже если мама не хочет, папа всегда заставляет, чтобы она сделала. Женщина, она хочет что-нибудь, она делает. Женщина, она есть как-то женщиной. Если это, или кто-то ее попросил, замуж выйти, она вышла, у нее были дети, муж, и все. Они жили спокойно и счастливо. Женщины, они всегда любят подарки, потому что если им не подарят, они могут обидеться, а вот мужчины они не могут, потому что им почти не дарят. Им только могут подарить или на день рождения, и на Новый год, и на 23 февраля. А женщинам почти каждый день могут подарить. Женщины – это такие существа, которые не могут терпеть грязь, всегда ухаживают за собой, они всегда любят поесть вечером. Они всегда предчувствуют то, что болит у ребенка, или они всегда заботятся, работают, не покладают рук. Но иногда женщины никогда не любят, когда или ругаются на кого-нибудь, или слушают женщину. Она не будет слушать всякие гадости эти, никогда не слушают. И всегда она не должна это слушать. Просто, что ей надо, она слушает. Мама еще спит, потом она слова забыла. Девочка, которая любит все и защищает мужчины. Вот если бы не было их, женщин или девочек, тогда бы не было в домах чистоты, тогда бы не было еды, потому что, ну, может быть, некоторые мужчины умеют их готовить, но некоторые умеют, но не хотят. И хотят, чтобы женщины готовили, они бы готовили. Женщина – это девушка, которой мальчики должны за ними ухаживать, не ругаться. Еще они должны их защищать, покупать им все. Ну, женщина должна, во-первых, выйти замуж, во-вторых, родить ребенка, в-третьих, ухаживать, растить, не курить, не пить. И поклоняться Богу. Бог делал девушек, потому-то, если девушек не было, надо, кто делал ужин там. Их отец, он деньги зарабатывает, еду покупает, а жена список написывает. Мама – пастор. А еще? Женщина. Готовит, стирает вещи. Тебя водят куда-нибудь? Да. Куда? В садик. Мама мне готовит кушать, потому что я захочу. Мама делает со мной уроки. Она меня любит, она, в принципе, все делает, хранит все мои секреты, всегда меня поддерживает, всегда не поможет. И, ну, никогда меня не оскорбит, ни что такого не сделает. Когда она мне говорит, я тебе мыть руки, я иду мыть руки. Мама для меня, наверное, самый дорогой человек в мире. Она нас кормит, мы с ней читаем сказки всякие. Посуду мою, мусор редко выношу, а посуду очень нередко выношу. Помогаю ей так. Мама, поздравляю тебя с 8 марта, желаю, чтобы ты всегда, чтобы у тебя вся подвигалась в делах, чтобы у вас была большая женская церковь и всего хорошего. Поздравляю тебя с 8 марта, я тебе желаю радости. Мама, я тебя люблю. У мамы праздник будет? И у тебя, у женщин будет праздник. Скажи, дорогие женщины, с праздником нас. Давай. С праздником, мама. Я поздравляю всех женщин. 8 марта. Мама, с 8 марта у тебя. И всех женщин. И всех женщин. Поздравляю всех женщин с 8 марта. Желаем счастья, здоровья, чтобы никогда не болели. Поздравляю вас, все женщины и девочки с праздником. Дорогие женщины, я хочу вас поздравить с международным женским днем, чтобы у вас было все хорошо в семье, в жизни, чтобы Бог вас всегда-всегда благословлял, чтобы вы не были никогда одни, чтобы вы были здоровыми, красивыми, крепкими, терпеливыми. Я поздравляю свою маму с 7 марта, себя и всех женщин. Я поздравляю всех женщин, я люблю вас и пока.